Всем привет! Сегодня хочу рассказать о прицепе, который себе купил. Называется он Кремень Плюс. Размеры данного прицепа 1,5х2,8х1 оси. Это размеры двухосного прицепа, но я заказал на одной оси, поскольку мне нужен прицеп для перевозки объемных, но легких грузов. Ну, перевезти пустые уля, макулатуру, кормовой сухарь, ну, подобные груза. И мне одной оси будет вполне достаточно. А если взять такой прицеп на две оси, это будет на 9 тысяч дороже. В данной ситуации я бы считал переплачивать глупым, поскольку я его перегружать не собираюсь. Что касается самого прицепа. В принципе, прицеп неплохой, но он требует доработки, обязательной доработки, если вы не хотите, чтобы он у вас разлезся. Ну, давайте начнем все по порядку. Я вам обязательно покажу, где его нужно доработать. Металл даже до единички не дотягивает на бортах. Я поинтересовался у продавца, почему он такой тонкий. Тонкий продавец ответил, что раньше они делали борта в толщину полтора миллиметра, но потом вес прицепа на 10 килограмм становился больше, что делало его меньше грузоподъемность, и поэтому они решили делать тоньше борты, для того, чтобы можно было на 10 килограмм положить больше веса. Ну, это, конечно, все фигня. На меня лучше было бы усилить ось, поставить более мощные рессоры, но сохранить толщину бортов ту же, полтора миллиметра, поскольку эти борты довольно-таки тонковатые. Видите, какой тонкий. Прицеп это новый, просто я с ним проехал 70 километров, просто по нашему бездорожью он уже успел и в грязь попасть, и пылью припасть. Так, что касается дышла. Дышла довольно-таки неплохо сделали. Довольно-таки толстоватый, толстый металл. Сварен хорошо. Правда, защёлка, я проехал буквально 50 километров, остановился и заметил, что здесь она была отжата, а просто она болталась в этой части, пришлось, хотя здесь и гайка, и контргайка внизу стоит, пришлось пережимать. В принципе, как и весь прицеп, я вам скажу честно, его первый месяц нужно постепенно смотреть и везде пережимать. Заказал себе отдельно вот такое вот колесо. У меня был раньше прицеп, но без этого колеса. Если честно, после того, как попробовал им попользоваться, я понял, что с прицепом очень хорошая штука. Лучше не жалейте тех 800-900 гривен. Купить это колесо очень упрощает снятие и подсоединение прицепа, и снимает нагрузку со спины, поскольку его можно снять даже с каким-то там минимальным весом, там в килограмм 500, и если вес, конечно, будет в передней части прицепа, а не в задней. То есть подняли ее выше, откатили от машины, опустили ниже, и можете спокойно себе во дворе там или в какой-то закоулок его затолкать. То есть с весом 500 килограмм это колесо спокойно выдерживает, сам испытывал. Просто самое главное, чтобы основная часть веса находилась спереди, а не сзади, чтобы прицеп не задрался. На прицепе установлены жигулевские ступицы. С каждой стороны по 4 рессоры. Амортизаторы. Амортизаторы. Вот, можно сказать, усилили борота вот такими вот штуками. Но, если честно, я вам скажу, если хорошо загрузить прицеп, все равно будете распирать. Это никак не спасет. И, наконец-то, сделали нормально крылья. На 4-х крепежах. Вот один. Второй. Третий. И четвертый. Просто у меня был предыдущий прицеп. Он, правда, не кремень. Но там держалось на 2-х креплениях вверху. И постоянно эту часть вело корпеллером. Здесь сделано на 4-е крепления. То есть, максимум, что может случиться, это лопнуть вот здесь крепление, либо вот здесь вот крыло. Но это можно будет подварить, усилить, в принципе. Это ничего страшного. Я думаю, это будет со временем, не сразу же. В первый же день я раскрутил фонари и поподжимал контакты и платы, в которые вставляются лампочки. Поскольку контакты просто болтались, а лампочки от нашего бездорожья просто выстребывали из этих плат. То есть, нужно все поджимать, подкручивать. И проводка под прицепом просто болталась. Производитель сэкономил даже на пластиковых хомутах. Пришлось докуплять пластиковые хомуты и поджимать проводку к раме. Что хотелось сказать по поводу доработки. Неважно, вы возьмете одноосный, двохосный прицеп, короткой базы, длинной базы. В любом случае, его нужно доработать. Если вы не хотите, чтобы он разлезся. Если этого не сделать, то рано или поздно вам все равно придется это сделать. Но после того, как его уже поведет, разобрет, его нужно ставить на место. И это не всегда получается, поставить прицеп на место, смотря как его поведет. То проще это сделать изначально, для того, чтобы этого не случилось. Давайте я вам покажу. Вот получается, снизу, видите, рама и посередине идут лонжерончики. А между вот рамой и лонжероном здесь просто тонкий металл. И в этих местах вот между лонжеронами просто все попровисает. Здесь должно стоять вот от лонжерона и крами идти еще таки, профметалл должен идти. Их здесь должно быть как минимум четыре штуки на этом вот отрывке. здесь и там. И помимо этого сам лонжерончик. Как он сделан, с какого металла. Если вот возьму одной рукой и возьму второй рукой, он играет. Из-за того, что он тонкий. его металл идет в толщину спички. Вот видите, какой он тонкий. Значит, что я буду делать? По лонжерону вверху, с наружной и с внутренней стороны буду пускать уголок вот здесь и снутри тоже вверху. И по раме вверху тоже буду пускать уголок. И так от рамы до лонжерона, от лонжерона до лонжерона и от лонжерона до рамы. Везде покидаю уголки и буду их соединять профметаллом. Профметалл у меня будет идти от уголка, который будет здесь и к уголку вот сюда. Для того, чтобы была более цельная конструкция, не расшатывалась и не провисала. Вот здесь вот. Это все я обязательно сниму на видео. Процесс и что получится. Заходите, смотрите мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok